Приятного времени и препровождения! С вами, как всегда, Козел Альпийский. Вторая часть роликов у мистера Шакали и подвале будет начинаться довольно интересно. Уже есть ролик на канале, как мистер Шакал, ну скажем так, его родственники не могли узнать, где он находится. Собственно, это было и когда я был с ним знаком. Помните, я рассказывал о его бабке по кличке Огрмак, которая дважды приходила с интервалом в несколько лет, да, и искала мистера Шакала. Якобы он повздорил с Минотавра, а Минотавр это совершенно замечательный его отец, да, совершенно замечательная у него кличка такая по прозвищу Минотавр. В общем, но совсем недавно случилось так, что мистер Шакал утопил машину свою в грязи и тоже пропал. Оказывается, он пешком шел до города, но это не единственный случай, когда мистер Шакал пропадал. Пропадал он много раз еще, и до этого, и после этого, ну, после этого не знаю, а вот до этого, да, пропадал он, естественно, в этом подвале. Ныкался он там, ну, то есть вот приводит его водитель, да, Демьяненко, похоже на Шурика. Говорит, короче, мистер Шакал, сейчас, ну, надо будет подписывать документы. Мистер Шакал говорит, хорошо, я готов. По полчаса приходят люди и ждут его. И он только спустя полчаса появляется, такой довольный. А-а-а, не нашли меня! То есть, ну, приходят люди подписать бумаги, а полчаса сидят. Ну, грубо говоря, время стоит тратить, а мистера Шакала нет и нет, а потом появляется это нечто. Я напомню, что у него такой облик, он, у него волосы длинные, такие, как у женщины, до пояса. И огромное пузо спереди. И, в общем, появляется такое вот создание, говорит, а-а-а, не нашли меня! То есть, он прятался в подвале, этот чудик. Да, естественно, его никто и не собирался искать. Но вот, как бы, мозган за мозгу заходит. Кажется ему, что вот он живет в каком-то волшебном мире, или уж не знаю, он так разноображивает свою действительность. Да, хочется ему привнести что-то такое смешное. Я и раньше слышал рассказы о таких людях, да, допустим, в 90-е от своих родственников, что вот реально люди, которые сами на себя работают, да, директора фирм, они иногда могут показать себя с неадекватной стороны. Но вот никогда не думал, что мистер Шакал, тем более, когда ему уже за 30 будет, он такой странный окажется, да, ну, мягко говоря еще. Но вот, все оказалось именно так. То есть, вот мистер Шакал, он прячется в подвале. Естественно, его там никто не ищет, да. Ему кажется, что его не могут найти, как это в анекдоте неуловимый Джо. Его никто не может поймать. Нет, он никому нахрен не нужен. Так и здесь, как бы, приходит, чтобы мистер Шакал поставил подпись, а он прячется, зачем там сидит, хохочет, что его якобы не могут найти. Потом довольный лыбится, да, если бы не банально. Вежливость, давно бы ему уже кто-нибудь прописал бы по его собачьей харе. И я уверен, были такие случаи. Просто, наверное, он запретил Демьяненко рассказывать о таком. Я знаю, что, как бы, мистер Шакал, он, ну, на самом деле, он только выглядит таким страшным. На деле, если его начать, как бы, бить, то он будет только скулить, а отбиваться даже не будет. То есть, он, ну, жалкий трус, можно так сказать. Наверное, даже я бы отбивался, если бы меня кто-то стал бить. Ну, надолго бы меня, наверное, не хватило. Но, не знаю, пару раз бы врез бы я успел бы, прежде чем у меня сердце бы отказало. Но вот мистер Шакал, он, как бы, и здоровье у него получше, чем мое. И, как бы, и, несмотря на то, что он пузатый, в свое время у него были кубики пресса. Но вот он такой вот жалкий трус. Жалкий вор и жалкий варвар. В общем, такой вот мистер Шакал, да, по всем параметрам он интересный персонаж, скажем так. А на такой, значит, позитивной ноте мы закончим этот ролик. С вами был Козел Альпийский. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok